разумеется хочется пару слов про газпром сказать ну и вообще в принципе и для себя определить и выслушать мнение других кто интересуется насколько перспективная там бумага так сказать и стоит ли ее покупать в данный момент стоит ли и брать сейчас вот ну с точки зрения того что это дивидендная акция и мы сами понимаем какой огромной организации в надежности и сомневаться не приходится то есть что газпром это что лукойл что другие подобные бумаги я считаю в портфель можно смело добавлять не боясь что завтра там они исчезнут или даже там в перспективе там через пять-десять лет поэтому с точки зрения там надежности всего остального акция однозначно очень ликвидная очень полезная в том плане что вроде как с 2019 года по крайней мере она должна исправно по ней выплачиваются дивиденды раньше там по ней были какие-то нехорошие отзывы но тем не менее что хочу сказать во первых ее стоимость то есть стоимость этой бумаги она достаточно низкая получается приобрести может кто угодно и даже если вы составляете достаточно бюджетный портфель для себя газпром на та история которую можно спокойно покупать в отличие например какого-нибудь там норникеля да и даже яндекса то есть лукойл тоже дороже они получаются поэтому как бы точка входа в газпром она простая даже для новичков ну и собственно не удивительно что у нас очень многие любят эти акции на прошу газпром это уж как это же наше всего вот ну а по анализу там по такому кратку я не вижу смысла там полчаса или час про нее говорить в общем то противоречивость кое-какая присутствует в этой акции я ее пока в портфель свой не добавлял на данный момент разумеется планирую добавлять как и все остальные бумаги сложившейся ситуации по низам но где будет этот низ а может он уже был этого к сожалению не вам не мне никто не скажет то есть этого просто никто не знает я думаю даже основные акционеры газпрома в данный момент этой ситуации я сомневаюсь что владеют потому что сейчас настолько все непредсказуемо по рынку меняется и каждый день происходит какие-то новые события невозможно предсказать наверняка но например если оценивать в принципе в долгосрочной перспективе график ну сейчас не самая как бы высокая цена на точку входа то есть я считаю что уже в принципе сейчас газпром можно было бы взять даже оглядываясь там на прошлое но помним да все 2008 год развеселый 100 с небольшим 114 он был но сейчас данный момент она упала до 174 значит в этом году там укладка трубопровода и прочее прочее вроде как должны закончиться такие вот новости слухи и сведения что с ним будет дальше будут ли какие-то там сильные вливания но в моем понимании все таки будут без газпрома представить нашу страну невозможно и я сомневаюсь что что-то у него там изменится он ничем не будет заниматься и разумеется я сомневаюсь акции газпрома например могут упасть там с 200 до каких-то там 30 50 знаете как там иногда сказки придумывают типа как акции сбера там стану знаете там обвал ну не верю честно не та компания но опять же тут бы я посоветовал что придерживаться коса неважно газпром лукойл яндекс все что угодно все что кажется таким просто не как бы неудержимым мастодонтом который всегда устоит выдержит или например акрон посмотрите акции как себя ведут все равно основная рекомендация моя и для себя и для тех ну вот есть меня кто спросил газпром должен быть ровно в точно такой же доля особенно в нынешней ситуации вашем портфеле что и остальные бумаги то есть если вы выбрали для себя 10 или даже 20 ликвидных и дивидендных позиций свой портфель газпром должен быть всего лишь получается либо 1 10 либо 1 20 такое мое мнение то есть если заморачиваться покупкой бумаги это сейчас или в обозримом будущем ближайший там месяц два три мы не знаем что там будет сколько она будет стоить я бы конечно сказал что ни в коем случае не надо делать ее как бы преобладающей большую долю под нее выделять и я считаю что это все-таки не та акция которая может через день через два через неделю взлететь там в два в три раза его очень офигенно на ней заработаете к сожалению динамика последнего времени по ней показывает что но увидите она более-менее равномерно бал берем например последний месяц да ну понятно что было вот это падение в марте все но в принципе сносу смотрите насколько но была на пике она 210 сейчас она отъехала к 174 в среднем было где-то плюс-минус но около 180 она зависла то есть вот на этих всех колебаниях напомним можно зарабатывать если вы там трейдер если вы этим живете если вам это интересно если вы играете по сути вот вот на вот этих всех фигонках можно зарабатывать конечно но вообще в перспективе ну конечно за три месяца ну посмотрите было там 260 сейчас 170 это да но не спорю но сейчас такие же точные истории с другими с аэрофлотом с тем же самым с лукойлом с яндексом повторюсь все то же самое то есть принципе мы видим ну динамика плюс-минус одна и та же вот что касается там шортистов и прочего ну наверное кайфово было да если вы там взяли когда-то условно я говорю про условный шорт не ставку например был у вас там газпром до 270 дорос портфеля и или не было его и вы например ну я вообще не представляю честно говоря насколько это возможно и кто-то наверно этим занимается писать вас 200 условно 70 до 170 это уже очень актуально но посмотрите какой интервал это все-таки полгода то есть одна как я вот смотрю грубо говоря по поведению эту акции но тут конкретно что-то на нем заработать и поднять вот в последнее по крайней мере время ну вот только если вы крутой игрок или трейдер в это да если вы рассматриваете акции на как инвестирование то тут заработок ноут возможно очень хороший был до с 2017 года там тогда начался вот этот рост потом этот дикий взлет поэтому ну если смотреть на все вот это в совокупности суммарно конечно же я считаю он имеет потенциал в любом случае газпром и это не так как бы акция которая стоит недооценивать первое повторим это дивиденд в любом случае ну и конечно чем больше сумма у вас на него будет в портфель тем лучше я имею ввиду что конечно же естественно как с другими акциями выгодно покупать газпром там не на 5 не на 10 не на 50 тысяч рублей а там уже там другой порядок цифр тогда по нему очень неплохие дивиденды по сути получается дивидендная зарплата она конечно же падала дико вот вспомним с ужасом опять же 2008 год посмотрите тогда конечно в виде что интересное стоимость тогда была просто ну нереальная то есть возможно это была просто дикой переоценка 360 и он тогда рухнул аж о господи посмотрите в три раза то есть представляете если там до 2008 года у людей это газпром большую сумму держался представляете в один момент как они бабах грохнулись в три раза то есть прикиньте да там было там кого-то 10 миллионов газпрома раз и у него там буквально момент из этих 10 осталось вот сколько тут три буквы плюс минус дальше начался начал он отрастать потихоньку но выбрался он не сильно как бы так сказать не как акрон то же самую которого так вот по восходящей все время горка идет для меня это конечно забавно и удивительно но там очень много всяких факторов и механизмов которые вот обычным людям простым инвесторам они все равно будут непонятны то есть не знаю этой кухне как она там все по верхам работает никто вам никакой он там этот финансовый аналитик ли советник ничего нам такого хорошего полезного не подскажет он там почитает сводки новости вот что у нас там по газпрому есть давайте смотреть и скажет вам тоже самое то что я сейчас говорю один в один вот мы проанализировали посмотрите вот ну хотите посмотреть прогноз по газпрому ну и вот тут эти всякие джипи морган втб капитал морган сцены но ответе в принципе 4 заявленных из пяти прогнозов они положительные вроде как в течение года видите какой разброс там от двух процентов кто-то там прогнозирует аж на 80 до 314 он может прыгнуть но ведь один вот там этот хитрец банков америка нашелся он он рисует что все будет еще хуже что газпром от может как отъехать 120 так он из него не поднимется значит доверять конечно этим прогнозам не надо то есть я считаю что это самый ужасный такой анализ и оценка для себя приобретать вам такие акции или нет этого смотреть вот на вот тут такие подобные прогнозы отчеты потому что они в большинстве случаев я вам так честно скажу они нифига не срабатывают то есть что там будет через год они вообще знать не могут по сути и они даже не знаю что будет через месяц я больше скажу и что на следующей неделе еще можно как всегда одно из двух либо упал либо вырос все по-другому не бывает газпром все то же самое ничем не отличается от других акций поэтому что касается непосредственно цифр если по конкретике говорить ну по моим ощущениям еще упадет еще упадет завалится и возможно даже очень сильно то есть я все-таки думаю что сейчас конечно привлекательная цена 174 там 180 условно я считаю что это хорошая цена если постоянно рассматривать его в для себя в портфель ну как пополняемый актив то есть если сейчас взять на мой взгляд то есть если прямо задача вот сейчас набирать портфель газпром это хорошая дивидендная история но опять же повторюсь при том что она будет в такой же равной доле как все остальные бумаги для снижения рисков и прочего учитывая небольшую стоимость лотов и самой акции ее усреднять не так уж сложно то есть для этого не нужен прям какой-то огромный капитал и прочее то есть его можно маленькими частями докупать хоть каждую неделю то есть мое мнение такое если сейчас прям очень хотел купить вот именно я был бы фанатом газпром я бы него верил бы я бы купил по нынешней стоимости да дальше в случае если он поползет вниз обратно же опять вот туда вот кста ну даже кста никто не мешает усредняться каждую неделю по чуть чуть усредняться там 12 даже раза можно разбивать на ровные кусочки и нормально абсолютно в итоге будет конечно как мы понимаем в итоге потом доходность будет не такая классная как если ее подобрать 1 опять же повторюсь касаясь любого акции элементарная вещь анны сложившейся ситуации с газпромом как и со всеми остальными в общем то бумагами неважно дивидендные не дивидендные бумаги неправильно будем говорить просто акция я буду ожидать я буду ждать пока он упадет еще я предполагаю что будет еще и не один отскок скорее всего то есть он может быть обратно там будет подниматься например скажем ну да скольки он там может ну опять же будет пробивать там 190 отметку может даже 200 в какой-то маму мало ли там будет такой отскок ну сейчас слабо уже в это верится но я все-таки предполагаю что он отъедет хотя бы как минимум 150 к 160 в идеале конечно рассчитываю на большее вот и что делать в таком случае ну понятно я куплю его в точно такой же равной доли как остальные акции прогноз по росту но мое предположение что при восстановлениях как минимум 15 20 процентов этот газпром он отрастет то есть это не прям не будет сверх каких-то прибылей сверх показателей но я уверен что держать его в портфеле можно хотя бы за того что он дивиденды он очень ликвидный повторюсь второе преимущество третье преимущество что это дешевый он достаточно то есть его без проблем можно докупать можно усредняться и всегда можно спокойно продать скинуть в случае чего но случае долгосрочное инвестирование конечно я считаю газпром можно и нужно держать в данный момент мое мнение какое сейчас не надо поддаваться панике тому что происходит на рынке надо спокойно выжидать то есть вот стратегия тактика в данный момент такая выждать наиболее удачный момент максимальный если например есть прям очень много ну условно лишних средств которые сейчас некуда приткнуть не хочется класть на депозит в банке ввиду последних новостей что там следующего года они там будут налогом облагаться то есть если условно есть приличные суммы свободные и хочется либо пополнить существующий портфель либо начать новый я думаю что даже на нынешних как бы уровнях стоимости этой акции и можно купить просто немного купите сейчас немного дальше смотреть за развитием событий каждую неделю потихоньку добавлять в этом случае обязательно будет происходить нормального среднения уже к наиболее низкой стоимости ну в итоге господи кто-то выиграет чуть больше у кого-то там 20 процентов будет доходность в итоге там спустя год полтора у кого-то 18 но в перспективе все равно что ничего с ним не произойдет и если честно если меня сейчас спросили в кого я верю больше во что и в какую компанию в аэрофлот или в газпром ну я бы даже наверное сказал так 50 на 50 я высказал что одинаково что аэрофлоту сейчас многие пророчат там банкротства и с ужасом ждут когда же он там завалится там до 30 до 20 что про баскну гра газпром вещает что ой там сейчас до сотки отлетит и там потом фиг знает сколько 10 лет будет подниматься потому что непонятно но не знаю на мой готове компания настолько мощные фундаментальные что я бы в них честно говоря не сомневался но повторюсь все равно даже при всем при этом при такой в вашей там например тоже железобетон уверенности в обеих вот этих ход фишках так сказать не надо только на них рассчитывать то есть в идеале чтобы был максимально диверсифицированный портфель с максимально равномерными долями вот а дальше уже в там по ходу по мере развития событий когда хоть какая-то небольшая ясность по рынкам будет уже перед глазами там вот уже можно как бы принимать там через несколько месяцев например решения куда больше закинуть ну понятно что ребалансировка портфеля нужно в любом случае там можно будет хоть какие-то выводы сделать что куда там у кого какие перспективы там уже другие новости будут совершенно по миру не про несчастный этот блин коронавирус и лекарства от него к тому моменту уже все изменится к лету я более чем уверен совершенно другой новостной фон будет новые события дай бог что чтобы они были лучше чем сейчас но апрель будет конечно крайне интересный месяц я повторюсь рассчитываю на еще понижение нападения я считаю что то что сейчас происходит в марте и по газпром в частности это только начало повторяя уже очередной раз я не верю что то что было там неделю-две назад это дно типа максимально и ниже уже падать некуда дальше все может только расти вот нет у меня такое ощущение поэтому призываю всех придерживаться правильной инвестиционной стратегии на долгосрочную перспективу не делать сейчас поспешных решений выводов а если есть какие-то сомнения вот сейчас тут просто я вам так скажу по себе если сейчас есть какие-то хоть малейшие сомнения блин брать мне вот акцию газпрома не брать и честно скажу не берите вот есть хоть сомневаетесь хоть немного чувствуете вот так интуитивно не берите сейчас посидите подождите еще попридержите деньги деньги сейчас если прям грубо говоря там карман тянут можно в данный момент положить золото я более чем уверен что золото еще все-таки не начнет сейчас обрушаться падать можно пока положить золото временно потом как только будет ясно с акциями газпрома прочими из него спокойно перевести переложить ребалансировку портфелю сделать вот собственно такие советы друзья интересует ваше мнение по данным акциям что вы думаете насколько она может упасть насколько может вырасти какова на ваш взгляд должна быть доля общего инвестиционном портфеле этой позиции ну и собственно продолжаем наблюдение за рынком будет очень интересно